Здравствуйте, друзья! С вами снова Николай Павлов, тренер и консультант по Microsoft Office и команда проекта PlanetaXL.ru. Закончились новогодние каникулы, и вот буквально на днях я выпустил очередное плановое обновление своей надстройки Plex для Microsoft Excel. И решил, что проще будет мне показать и рассказать, а вам посмотреть и послушать, чем читать длинные мануалы о том, что же изменилось в надстройке, какие новые функции и инструменты там появились, как их правильно применять, чтобы облегчить свою работу в Microsoft Excel. Во-первых, хоть это и не главное, но первое, что, наверное, будет бросаться в глаза, был обновлен дизайн всех иконок. Они были перерисованы для высокого разрешения, так что обладатели мониторов 2К и 4К могут в полной мере насладиться новым дизайном. Надеюсь, он вам понравится. Еще одно приятое нововведение — это новая макрофункция Translate, которая умеет переводить содержимое указанной ячейки с одного языка на другой, используя онлайн-переводчик Google. Так, например, если у нас есть какой-то текст в ячейке, например, слово «прибыль», и мы хотим перевести его на другой язык, то используем эту новую функцию Translate, у которой три аргумента. Первый — это текст, который нужно перевести. Второй аргумент — это двухбуквенный код языка, с которого производится перевод, то есть язык исходного текста. В нашем сейчас случае это русский. И через точку запятой третий аргумент — такой же двухбуквенный код языка, на который мы хотим перевести. Например, английский. Жмем на Enter и получаем перевод. Само собой, как и любую другую встроенную функцию из надстройки Plex, ее удобно вводить не вручную, а используя библиотеку формул. Эта функция находится в категории «Текстовые». Вот она, перевод текста. И после нажатия на кнопку «Вставить» мы заполняем удобную форму. Здесь каждый аргумент подробно описан, а кавычки к двухбуквенным кодам языка будут добавляться уже автоматически. То есть исходный текст у нас ячейка 1, исходный язык русский, ну а перевести мы хотим, допустим, давайте на испанский. Жмем на ОК и получаем перевод на испанский уже язык. Если нужно будет перевести с или на какие-то более экзотические языки, то подсмотреть вот этот вот двухбуквенный код нужного вам языка проще всего прямо на сайте Google Переводчика. Если его открыть и выбрать нужные вам языки в выпадающем списке, ну, например, какой-нибудь, не знаю, болгарский, то в адресной строке коды нужных языков можно подсмотреть. Вот для болгарского это, например, BG. Так что в будущем можно использовать эти коды. Давайте попробуем ввести и через кнопку FX нашу функцию. Она доступна также в категории Plex, куда попадают все функции этой надстройки. Отдельная категория. Здесь же, соответственно, вот она функция Translate. Описание. Жмем на ОК. И видим, опять же, уже знакомое окошко с аргументами, где исходный текст. From language исходный. Язык русский. А to language, соответственно, BG болгарский. Жмем на ОК. И получаем вот такую вот замечательную пичелбу. Сценариев применения этой функции для реальных практических задач великое множество. Но вот сходу то, что мне первым приходит в голову, это замена названий столбцов, шапки или каких-то комментариев в мультинациональных компаниях, когда с одним и тем же отчетом вынуждены работать разные люди из разных стран с разными языками. И каждому из них было бы удобнее просматривать все на своем языке. Реализовать такое очень легко. Смотрите, вы делаете названия столбцов на русском языке. Они берутся как исходные, а затем в шапке таблицы используйте функцию translate, которая переводит исходные русскоязычные названия столбца на выбранный язык отчета. Соответственно, меняя в выпадающем списке, например, в ячейке B1 код языка, мы можем легко переключать отчет на любой нужный язык. Удобно, красиво, здорово, но, естественно, требует доступа в интернет. Без этого никак. Еще одним принципиально важным, на мой взгляд, нововведением в этом обновлении Plexa является то, что теперь в Plexa есть целый набор команд, упрощающих вашу работу в надстройке Power Query. Если вы хоть немного знакомы с Power Query, то должны понимать, насколько это мощный и красивый инструмент сам по себе, но нет ничего такого, что нельзя было бы сделать еще лучше. Возьмем для примера загрузку данных. Power Query, как и многие другие инструменты Excel, очень хорошо дружат с умными или динамическими таблицами. Однако для загрузки умной таблицы в Power Query вам придется выполнить целую цепочку телодвижений. Встать внутрь умной таблицы, открыть вкладку «Данные», нажать на кнопку «Из выделенного фрагмента», раньше она называлась «Из таблицы диапазона», дождаться открытия окошка редактора Power Query, когда данные туда загрузились, на главной вкладке выбрать «Закрыть и загрузить», «Закрыть и загрузить в» и в открывшемся дальше окне выбрать место для выгрузки данных. Очень часто, кстати, это вариант только создать подключение, когда данные в Query загружаются и там и остаются. То есть не выгружаются обратно, а остаются в памяти для дальнейшего использования. И вот только после нажатия на «Ок» и создается, смотрите, наше своем подключении к умной таблице менеджера. При помощи Plex все можно сделать гораздо быстрее. Давайте удалю это подключение. И делаем следующее. Выделяем любую ячейку внутри умной таблицы, которую хотим загрузить в Power Query. Идем на вкладку Plex, разворачиваем группу команд Power Query и используем вполне очевидную команду «Загрузить текущую таблицу». Все, задача решена. Также быстро можно загрузить и все умные таблицы из текущего листа. Смотрите, хлоп, и все они уже в Power Query. И также шустро можно загрузить все умные таблицы из книги при помощи третьей команды. Быстро и эффективно. Если вы будете плотно работать с Power Query, то рано или поздно возникнет ситуация, когда вам захочется повторно использовать некоторые из ваших запросов или созданных пользовательских функций. Конечно, можно делать это стандартным образом, щелкая правой кнопкой мышки по выбранным запросам и копируя, а потом вручную вставляя их в другие книги. Но гораздо удобнее сделать это при помощи новой функции Plex. В разделе Power Query для этого есть команды «Импортировать» и «Экспортировать запросы». В частности, выбрав команду «Экспорта», мы увидим вот такое диалоговое окно, в котором можно выбрать запросы, которые мы хотим экспортировать в виде внешних текстовых файлов. Чуть ниже можно выбрать папку для сохранения. И останется нажать только на кнопку «Экспорт» для того, чтобы получить нужные нам результаты. Обратите внимание, что исходный М-код выбранных запросов сохраняется в специальном формате текстовых файлов с расширением PQ. Однако открыть и отредактировать такие файлы можно в обычном блокноте. То есть использовать щелчок правой кнопкой мышки по любому такому файлу, команду «Открыть с помощью» и затем выбрать блокнот. Внутри будет обычный текст, который при необходимости можно легко поменять. И точно так же можно импортировать запросы из внешних текстовых файлов, используя соседнюю команду в разделе Power Query «Импорт запросов». Выбираем папку, где хранятся ваши запросы. Один или несколько, если хотите, удерживая клавишу Ctrl файликов с расширением PQ или текста, жмем на «Да» и получаем, смотрите, запрос или пользовательскую функцию с М-кодом из выбранного файла. На практике это позволяет использовать огромное количество готовых М-функций, запросов, написанных не только вами, но и другими пользователями. В частности, на GitHub при желании можно найти огромную коллекцию готовых функций на языке М, исходный код которых можно открыть, скопировать в текстовый файл и в дальнейшем многократно использовать во всех ваших проектах, импортируя при помощи надстройки Plex. Еще одна типовая задача, весьма часто возникающая при работе в Power Query, это массовое обновление запросов во всех файлах заданной папки. Открывать каждый файл вручную, переходить на вкладку «Данные» и жать кнопку «Обновить все» — это, конечно, можно, но долго и мучительно. Гораздо проще на вкладке Plex в группе Power Query выбрать команду «Обновить все запросы в папке». В открывшемся окне задаем папку со исходными файлами и выбираем, какие запросы мы хотим обновить — все подряд или только запросы, содержащие определенную подстроку в названии. Также можно вывести детальный отчет на новом листе, что может быть весьма информативно. После нажатия на кнопку «Обновить» Power Query начнет по очереди открывать все экселевские файлы, обнаруженные в заданной папке, и обновлять указанные запросы. Дождавшись конца обновления, мы в итоге, смотрите, получаем следующий отчетик. Во-первых, сообщение о том, в каких запросах возникли ошибки, если они вдруг возникли. А во-вторых, смотрите, вот такой красивый детализированный отчет по каждому файлу и запросам, которые обновились. Просто и удобно. Обратите внимание, кстати, что последний столбец в этом отчете содержит длительность в секундах, которая потребовалась на обновление соответствующего запроса. Это весьма полезная функция, позволяющая быстро найти узкие места в ваших цепочках запросов для того, чтобы их как-то потом впоследствии оптимизировать. Выполнить такое тестирование скорости можно и для всех запросов в текущей книге. Для этого в разделе Power Query на вкладке Plex выбираем команду Test скорости запросов. Заметьте, что обновить и протестировать быстродействие, соответственно, можно только у тех запросов, которые куда-то загружены. На лист, в умную таблицу, в сводную или в модель данных. Невозможно обновить запросы в режиме только подключения, поэтому их и нет вот в этом списке. Выбираем запросы, которые нам и интересны с точки зрения быстродействия. Можно также выбрать количество тестов, которые мы прогоняем для каждого запроса. Если выбрать больше, чем один, то замер времени будет усреднен. И жмем на кнопку «Начать тест». Макрос обновит все выбранные запросы и выведет точное время, которое для этого потребовалось. Не так давно в одном из своих видеороликов я подробно описывал процесс параметризации запросов Power Query. Ситуации, когда вы хотите отвязать свой запрос от каких-то жестко прописанных в нем констант, например, пути к исходным данным или каких-то параметров для фильтрации, и заменить эти константы на переменные, параметры, взятые из каких-либо ячеек на листе. Процесс на самом деле несложный, но достаточно объемный по времени. Вам нужно создавать отдельный именованный диапазон с параметром, вводить его в Power Query, вручную редактировать М-код и так далее. С помощью новой функции из надстройки Plex весь этот процесс можно очень сильно упростить. Смотрите, предположим, у меня есть внешний файл, источник данных, из которого я хочу загрузить информацию в текущую книгу. Совершенно стандартным образом идем на вкладку «Данные», выбираем команду «Получить данные» из файла «Из книги» и выбираем файл-источник. У меня он лежит на рабочем столе и называется «Внешние данные». В появившемся окошке навигатора выбираем тот объект, который мы хотим загрузить, пусть это будет умная таблица 1, и давайте загрузим ее, например, на новый лист. То есть можно просто нажать на кнопку «Загрузить». Теперь давайте предположим, что вот эту пару файлов, текущую книгу и файл-источник «Внешние данные» мы с вами будем отдавать другим пользователям. И у них путь к папке рабочего стола само собой будет другой. Так что наш запрос при обновлении не найдет источник данных и будет выдавать ошибку. Чтобы этого не произошло, путь к исходному файлу нужно параметризировать. При помощи надстройки Plex это делается быстро и легко. Смотрите, идем на вкладку Plex, разворачиваем набор команд Power Query и выбираем команду «Создать таблицу параметров». На новом листе, который называется «Параметры», автоматически создается умная таблица с именем, обратите внимание, «tparam», в которой содержится всего два столбца – имя параметра и его значение. Как видите, для примера здесь уже создаются параметры текущей даты, пути к текущему файлу его имени, плюс мы спокойно можем к этой таблице описывать любое количество своих параметров и их значения в соседнем столбце. Так, например, путь к нашему источнику, файлу «Внешние данные на рабочем столе» можно завести как параметр, ну, например, с названием «Мои подчеркивания данные», а полный путь к нему прописать, склеив путь к текущей папке, в моем случае это рабочий стол, который приклеить имя файла, а он у меня назывался «Внешние данные». Ну и не забыть, конечно, расширение. Обратите внимание, что при задании значений параметров можно использовать как константы, то есть прописывать значения просто руками, так и использовать любые формулы или функции Excel для макроса, и впоследствии Power Query это совершенно не принципиально. Теперь, когда мы добавили в таблицу свой параметр «Мои данные», используем специальную функцию fxGetParam, которая также была автоматически добавлена надстройкой Plex. Открываем наш запрос «Table1», который будем параметризировать. В открывшемся окошке редактора Power Query находим шаг «Источник». Аккуратно в строке формул стираем жестко прописанный путь к исходному файлу, а вместо него используем функцию fxGetParam, которая и выведет значение нужного нам параметра. Его мы указываем в качестве аргумента для этой функции. Наш параметр, если помните, назывался «Мои данные». Все, жмем на галочку, убеждаемся, что все замечательно работает, закрываем редактор Power Query. Наш исходный запрос параметризован, и теперь берет данные из файла, путь к которому прописан в нашей таблице параметры. Быстро, удобно, и всегда можно добавить в эту таблицу любое количество параметров, которые вам потребуются. Ну и, наконец, последние две функции для работы с Power Query в этом обновлении настройки Plex позволяют быстро удалить все запросы или подключения из текущего файла. Будьте внимательны, так как это действие необратимо, однако оно может быть весьма полезно, когда вы собираетесь поделиться копией файла с другими пользователями и не хотите отдавать им свои запросы Power Query и подключение к данным. На вкладке Plex в разделе Power Query такое удаление делают вот эти две команды. Если мы подтверждаем свое решение, то вуаля, ни одного запроса Power Query в книге больше не остается. Ну и как обычно, в этой версии Plex, помимо глобальных обновлений, о которых я вам только что рассказал, была проведена работа над ошибками, исправлены все найденные баги, оптимизирован код и добавлены мелкие улучшения, о которых в том числе и вы, друзья, меня просили. Полный список всех изменений, как обычно, можно найти на нашем сайте в разделе Plex на странице версий. Там же можно скачать последнюю версию надстройки Plex, чтобы пощупать все эти новые функции самостоятельно. Надеюсь, они вам понравятся. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели. Увидимся в новых выпусках на этом канале. Ведь когда знаешь, все просто. А если есть Plex, то еще проще.